Привет, ребята! Меня зовут Егор Камызин. Сегодня я дежурный в детской стране. Отшумели зимние праздники. Ушли воспоминания новогодней сказки. И вот уже неделю мы сидим и пыхтим за школьными партами. Снова в домашние задания, где задачки не решаются, глаголы не спрягаются. Снова тебя отлучают от компьютера и говорят, жди следующих каникул. А между тем, в нашем городе есть те люди, которые с нетерпением ждут не каникул, а тот момент, когда они переступят школьный порог и пойдут первый раз в первый класс. В детском дворце творчества работает как раз такая школа – Гармония. Представьте, какими взрослыми дяденьками и тетями стали ее первые выпускники. Наш юнкор Дарья Обедкова побывала на празднике, когда этой школе исполнилось 20 лет. Мы находимся на празднике в студии дошкольного образования «Гармония». Сегодня им исполняется 20 лет. Здесь дети учатся писать, читать, считать. И как поется в песне – вычитать и умножать. Малышей не обижать. Скажи, а чему научила тебя студия «Гармония»? Я научилась писать. Какое первое слово ты написала? Мало. Мало. Стихотворения вы учите какие-нибудь? Да. Да. А можешь какое-нибудь нам рассказать сейчас? Да. Расскажи. В огороде нашем нет редиски красной, как сочная красная круглая. Не смотрите, что мало. Редька тоже удалась, желтый солнышко зажглось. Ну а разве плохо, что в стародежках старичок? Саша, чему ты научился в студии «Гармония»? Еще не знаю. Вы учитесь писать, считать, читать? Писать и считать. А стихотворения какие-нибудь учите? Учим. Можешь рассказать какое-нибудь? Нет. Василика, сколько лет назад ты закончила студию «Гармония»? Я закончила студию 14 лет назад. Мы с ней ровесницы. Я помню, что я очень любила математику. И, наверное, из-за этого я решила связать всю свою жизнь с ней. Сейчас я учусь на математике. Что бы ты хотела пожелать студии «Гармония»? Я хотела бы пожелать ей долголетия, процветания. Я очень надеюсь, что еще мои дети будут ходить в эту школу. Алиса, что вы делаете на занятиях в студии «Гармония»? Мы учимся писать, рисовать и танцевать. А сама что больше любишь? Математику. Девочка, а любишь математику? Да. Почему? Потому что играют в разные игры и играют в магазин. Кем мечтаешь стать, когда вырастешь? Наездницей. Я очень люблю заниматься в этой школе. Все занятия походят очень хорошо. Очень успешно. Мне нравится рисовать здесь. На рейтмике очень хорошие преподаватели везде. Мне нравится ходить в эту школу. Я желаю успеха преподавателям. Чтобы они оставались такие, как сейчас есть. Чтобы они детей учили все лучше и лучше. Татьяна Алексеевна, сегодня у студии «Гармония» праздник. И мы у детей, у родителей, у выпускников спрашивали, что им дала студия «Гармония». А скажите, пожалуйста, что вам дала студия «Гармония» и чему она научила вас? Мне дала. В первую очередь, это замечательный коллектив. Но такого коллектива, как у нас, я могу смело сказать, нет нигде. Потому что у нас люди работают. Шестакова Ольга Анатольевна 25 лет. Лена Киселева у нас работает. 17 лет. Потом Тамара Алексеевна вообще во дворце. Более 40 лет уже находится. Так что коллектив замечательный. Одна идея, одно стремление, чтобы детям было хорошо, чтобы родителям было комфортно. Когда они приходят к нам во дворец, они говорят, у вас здесь такая аура. Вот как у вас, так нас больше нигде не любили. Музыка. 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 С каждым днем на улицах нашего города Становится все больше и больше машин И чтобы не случилось неприятности Нужно соблюдать правила дорожного движения Но когда люди куда-то спешат Они не обращают внимания, какой говорит сездафор Зеленый, желтый, а вось успеют Вот тут-то тебя и подстерегает беда Напомнить, что надо уважать сездафор Должны были агент-бригады Которые состязались между собой В больших и малых селах нашей губернии Заключительное соревнование проходило в Самаре Наш юнкор Василий Чичурин побывал там ПЕСНЯ 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 И день, и ночь горят. Шагая осторожно за улицей, следи. И только там, где можно, в нее переходи. Ребята, вы откуда? Мы из Тольятти. А зачем вы приняли участие в этом конкурсе? Мы хотели всем доказать, что, как в наших словах говорится, всегда дорожные правила надо знать на пять. И каждый день их соблюдать. Конечно, в городе Автограде нельзя по-другому. Вы же из Тольятти. Ну ладно, удачи вам. Зеленый свет в вашей команде. А вы откуда? В Самаре. А из какой школы? Из гимназии Перспектива. Мне очень понравилось, как вы выступили. А вот как думаете, зачем нужно соблюдать правила дорожного движения? Ну, чтобы не попадать в аварии и в нехорошей ситуации на дороге. А сами, когда маленькие были, вы соблюдали правила дорожного движения? Конечно. Да, мы старались. Нам родители помогали, мамы, папы, как и всем детям. Мы очень рады, что мы попали на этот конкурс. Мы хотим действительно поблагодарить наших руководителей, которые старались, занимались нами. И без них у нас ничего не получилось. Мы хотим, наверное, вот... Мы все очень рады, мы счастливы. Но мы считаем, что мы вот все свои возможности мы реализовали. Мы хотим, чтобы все люди соблюдали эти правила движения дорожные. И чтобы никто не попадал в аварии. Мы им это хотели своим выступлением сказать. Мне кажется, многие наши сверстники не соблюдают правила дорожного движения. И вот своим выступлением мы хотим показать, какие правила дорожного движения нужно соблюдать. Например, есть знак «Скользкая дорога». Я его раньше не знал, после этой программы я его знаю. Говорят, и совершенно справедливо, что нужно учиться с увлечением. Так и оценки будут хорошие, и на душе будет радостно, и в школу будешь ходить с удовольствием. Давайте с нашим линкором Дмитрием Козыревым посетим гимназию номер два. Козырев Дмитрий. На дворе щенок бежал, а в конюшке конь сажал. Он сердился тычем, спать держащий го-го. И сказал зеленому, почему сказал он? Ну, сказал он потому, что мешает спать ему. Капка на заре, капка на дворе, капка на дворе. Капка на дворе, капка на дворе. И сказал он потому, что мешает спать ему. И сказал цыпленок, пи, 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 щенок еще в глаз пи. А сороки зарядили, разбудили, разбудили, разбудили. А щенок все гав-да-гав. У него веселый нрав. И веселый этот нрав. Называется гав-гав. Гав-гав на заре, гав-гав на дворе, гав-гав на дворе. Пусть звонка клятва прозвучит и сердце чаще застучит. Слово предоставляется директору музыкальной школы, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, Карташовой Татьяне Анатольевне. Сегодня, в этот морозный вечер, у нас в зале тепло и светло. Тепло от теплоты ваших сердец. Светло от сияния ваших глаз. Ребята сегодня стали артистами. Сегодня мы должны принять вас в хористы. А чтобы быть настоящим хористом, надо принести клятву. Готовы? Да. Клянетесь ли вы любить музыку? Клянемся. Клянетесь ли вы выучить все ноты от до до си? Клянемся. Клянетесь ли вы петь чисто и звонко? Клянемся. Клянетесь ли вы любить свой хор и быть верными хоровому братству? Клянемся. 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 Ребята, мне тоже очень хочется вас поздравить с посвящением в хористы. А вы все любите петь? Да. Да. А какая песня, на ваш взгляд, принесла вам удачу? Все. Все. А какая песня вам больше всего нравится? Радуга. Стоп, стоп, стоп. Вот сейчас радуга. Давай еще раз скажи. Радуга. Радуга. А чем? Потому что у нас и хор называется «Радуга», и «Радуга», она как будто ручей жорчит утренний. Также знаю, что вы кроме пения учитесь играть на каком-то музыкальном инструменте. А на каком ты играешь? На пианино. А ты? На пианино. А ты? На аккордеон. А ты? На барабан. Елена Владимировна, а вы когда были маленькая, вы пели в хоре? Конечно. Я училась в этой школе. Мне так понравилось, что я даже работать сюда вернулась. Так же, как и многие наши выпускники, сюда возвращаются, приводят своих детей и приходят сюда работать. А вы не помните, какая песня вам нравилась? Ой, мне так нравилось много песен. Но я помню, что мне очень нравились лиричные песни. Нежные, плавные. Мне тоже нравятся очень такие песни. А как вы думаете, какие качества должны быть в человеке, кроме способностей, конечно, чтобы стать хорошим музыкантом? Самое главное, я думаю, это старание, упорство и стремление добиться своей цели. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас были ученики старательные, упорные и которые стремились к своей цели. Вот мы с вами и увидели, как в гимназии номер два родился новый хор «Радуга». Как и положено в день рождения, все дарят друг другу подарки. Здесь они, конечно же, музыкальные. Третий класс приготовил малышам сказку у слоненка день рождения. Вы слышали? Вы слышали? Про что? Про день рождения? Скорее идите в слоненку, там будет угощение. Подарки по дороге я буду собирать. Да ему подарок шишку. Я червячку. Я. Ему. А там я перышко. Я маленькая стёкнушка. В лесу сегодня шумно, все радости полны. Ведь каждый день не празднуют рождение слоны. Послушайте необычайно важное сообщение. У слоненка сегодня день рождения. Об этом событии знают все. Сороке сказали лисе. Лиса сказала красихе. Протиха – зайчихе. Зайчиха – верблюду. Верблюд рассказал везде и повсюду. Это снова дошло до сорока. Идем слоненку в гости на рождение. Нам готовят, нам готовят угощение. Вновь придется урок, знаменитый педагог. Он на скрипочке играет, с переписемку поет. Тюрли, 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 лили. Тюрли, 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 лили. Если ты собрался в гости, не опаздывай. О гостях плохой характер не показывай. Нас ведет урок знаменитый педагог. Он на скрипочке играет, с переписемку поет. Мама, а где подарки? На рождение надо приносить подарки. Что вы на это скажете? Сейчас будут и подарки. Первый полтерок. Я принес тебе марки. Они невкусные. Я съел штук пять, а потом всю ночь не мог спать. Спасибо. Теперь утерок. Вот перышко из моего хвоста. Какая красота. Я немедленно привяжу это перышко к хвосту и буду носить, пока не подрасту. На сегодня все. Удачи школе, хороших оценок. И четверть не покажется такой уж длинной. С вами был Егор Камазин. Пока-пока.